Медики убеждают, каждая выкуренная сигарета – это кусок непрожитой жизни. И здесь каждый решает сам, курить или не курить. Вопрос в том, давали ли согласие на то, чтобы дышать сигаретным дымом посторонние люди. Закурение в запрещенных местах в 2019-м привлекли к административной ответственности свыше 2000 человек, в том числе 30 несовершеннолетних. И если попавшихся юных курильщиков только предупреждают в отношении взрослых нарушителей, закон предусматривает штраф в размере до 4 базовых величин. Какой-то определенной цели, как большее количество людей, скажем так, привлечь к административной ответственности мы перед собой не ставим. Но, тем не менее, если будут иметь место случаи и факты, когда сотрудник органов внутренних дел становится сам свидетелем очевидцев данных противоправных действий, либо работает по какому-то обращению или жалобе, безусловно, мимо никто проходить не будет. И в данном случае, безусловно, будут привлекаться определенные меры административного реагирования. Однако курение – это не только причина для штрафа, но и пожара. Непотушенная сигарета является, если не основной, то одной из главных причин гибели людей при возгораниях. За 10 месяцев текущего года на Брещене зарегистрирован 781 пожар, из них 172 – по причине курения. Математические расчеты простые. В каждом четвертом возгорании виноват курильщик. Только претензий предъявлять зачастую некому. 31 человек погиб, можно сказать, из-за непотушенной сигареты. В среднем, если проводить статистику за 10 лет, то мы видим, что количество пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении составляет в среднем 23%, от которых погибает 76% от общего количества. На протяжении этой недели Брест был охвачен антитабачной кампанией. Проводились профилактические акции, лекции с молодежью, флешмобы. Массовое мероприятие состоялось и в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. На пресс-конференции специалисты многих заинтересованных служб обсуждали тему табакокурения с разных сторон, в большей степени в рамках активизации антитабачных мероприятий в городе. В нашей республике ежегодно умирает по причине табакокурения 15,5 тысяч населений. На наш взгляд, это действительно большая, серьезная проблема для всех, и для общества, и для каждой семьи, которая теряет своего близкого. Отказаться от пагубной привычки призывала брестская молодежь, причем делала это на запрещенных для курения местах. Антитабачная акция была приурочена ко Всемирному дню некурения. Учащиеся лицеев и колледжи провели флешмоб на остановках общественного транспорта с экспресс-анкетированием и раздачей информационных материалов. Молодежь, как всегда, предпочитает креативные формы. К реализации акции подключились все, кто является приверженцем здорового образа жизни. Я принял участие в этом флешмобе, потому что вижу сейчас, что много людей курит, и вот таким образом решили хоть чуть-чуть как-то повлиять на это, потому что человек должен быть здоровым, сильным, крепким, здравым, разумом. И вот эта мотивация у нас появилась на это. Ну, ЗОЖ, здоровый образ жизни очень важен в наши дни, потому что на самом деле очень много людей курит, молодежи очень много курит. И я думаю, что надо брать пример сильных людей прошлых поколений, даже сильных людей из нашего поколения. Надо брать пример заниматься спортом, потому что без спорта человек и поколение просто пропадет. К слову, флешмоб был рассчитан на случайных зрителей и у прохожих вызвал смешанные чувства. А значит, с главной миссией молодые организаторы справились на отлично.